В следующем сюжете мы хотим рассказать о необычном фермерском хозяйстве. Находится оно в Петровском сельском поселении. Там птиц выращивают для удовольствия и красоты, а из козьего молока варят особенные эксклюзивные сыры. Что такое булетдавьен, буковина в вине, чакотта и кто такой афинер, узнали наши корреспонденты. Фермерское хозяйство Ирины Белотеловой можно назвать не только самым необычным в районе, но и самым многоголосным. Здесь гостей встречают очень громко. Вот так приветствуют павлины. А по соседству с птичьим питомником вовсю требуют внимания к себе малыши-козлята. Сегодня Ирина Белотелова – владелица достаточно большого фермерского хозяйства, занимающегося выращиванием необычных пород птиц, разведением коз и делающим вкуснейшие сыры. А ведь буквально несколько лет назад Ирина, которая родилась и выросла в большом городе, даже представления не имела, как обращаться с животными. Переехав в станицу Петровскую, она вместе с мужем начала осваивать сельскую жизнь. Первыми в их хозяйстве появились павлины, просто для красоты. Со временем птичник начал расти. Завели фазанов и удалось вырастить четыре породы павлинов – черноплечий, яванский, королевский и индийский. Что достаточно серьезное достижение, учитывая, что эти птицы очень капризные и прихотливые. Пришлось немало потрудиться, чтобы научиться их выращивать – от яйца до взрослой особи. Вот это иванский, который сейчас красиво хвост раскрывали. Это иванский. И вот это иванский. Они, видите, какие светлые получаются, их видно. А вот тут обыкновенные индийские, но, естественно, белые. Они сидят в тепле. Они там воду с витаминками пьют. Павлины и фазаны непригодны для мяса, поэтому Ирина выращивает их только для красоты. Но иногда продает, когда кто-то такой же любитель необычных птиц к ней обращается. Козья ферма тоже начиналась с малого. Сначала было два животных, теперь около ста, не считая козлят. Породу выбрали молочную. Так начался длительный процесс обучения переработки молока в сыры. Всему Ирина училась сама – по книгам, по видеоурокам. Было очень сложно, но все возможно, когда есть цель и желание добиться результата. Сыроварение – это такая наука, которой надо учиться постоянно. Надо учиться всегда. Нужно понимать, что ты делаешь. Это живой продукт. Козьи сыры – они очень-очень вкусные, очень ярко выраженные вкусы. Большое количество сыров можно из них приготовить. Мы делаем и с плесенью, и полутвердые, и твердые, и бельперкноли. Вот эти все названия, которые здесь, знаете, местные особо их не знали. Но в связи с тем, что я стала варить, о, бельперкноли – это твердый швейцарский сыр, круглый, который возревает от месяца. Они едят его, режут, когда он еще молодой. И можно через год его уже молотком очень сложно разбить. Но вот в этом самый вкус. Сыроварение – это не только наука, но и целое искусство. Ведь создание сыра сродни волшебству, помноженному на невероятное трудолюбие и терпение сыровара. Сварить сыр, просто сварить сыр – это мало. Его нужно, как сказать, довести до такого состояния, чтобы он был вкусный, красивый и людям нравился. То есть с ним нужно нянчиться каждый день. Поэтому мы варим крафтовые сыры. То есть это каждую головку обмывать, протирать, смотреть, соблюдать температурный режим, соблюдать влажность обязательно. Пробовать его. То есть это вот живой продукт, с которым надо нянчиться прям каждый день, смотреть и пропускать нельзя. Где-то ты только что-то упустил, где-то ты сказал себе, что ты устал и не хочу не пойти посмотреть. Все, я полежу, посижу. Все, это все. Поэтому всегда ты себя контролируешь в этой сфере прежде всего. Что все, вставай и иди. Сегодня Ирина делает 14 сортов сыра, но продолжает совершенствоваться и открывать для себя и покупателей новые вкусы, о которых может рассказывать бесконечно и вкусно. Люди хотят что-то новое, что-то такое необычное, чего нет в магазинах увидеть. Такие, как буллет да вен мы делаем. Например, этот сыр вчера забрали последнюю головку. Он достаточно долго возревает. Он с голубой и белой плесенью в такой форме пирамидки. И он каждый раз меняет вкус. Вот, например, в два месяца у него один вкус. В три месяца созревания он более твердый, уже более насыщенный, более яркий вкус. И он интересен еще тем, что вносится голубая и белая плесень, и головка сыра протирается темным пивом. Представляете, сколько вот нянчиться надо. Если, например, сейчас созревает буковина в вине, то есть это такой полутвердый сыр, каждый день его нужно мыть корку сырную вином. За границей существует такая профессия – афинер, который ухаживает именно только за коркой сыра. То есть он смотрит. Он может постучать по корке и понять, созрел сыр или нет. То есть, понимаете, там вот эти нюансы, и люди этому учатся. Узнать все о сыроварении, выращивании павлинов, фазанов и коз может каждый желающий. Ирина проводит экскурсии по своему подворью, и делает она это так же интересно и увлекательно, как и рассказывает о своих сырах. Приезжайте, не пожалеете. Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События».